Даруя народу Конституцию, царь организовал несколько партий среди своих Н-подданных. Любого подданного он будет зачистить в несколько партий или не зачислять ни в одну из них. Однажды Советник по национальной безопасности принес царю список врагов народа. По Конституции царь может выбрать несколько партий и отправить в тюрьму в точности всех своих подданных, участвующих во всех этих партиях. Вопрос. Какое наименьшее число партий необходимо в этом замечательном государстве организовать? Чтобы заведомо можно было отправить в тюрьму всех врагов народа и только... Сколько? Учтите, что врагами народа может быть в том числе весь народ. Царь не является частью своего народа. Есть у вас, посмотрите, царь, который заранее организует политические партии. Чтобы когда его принесут в список, в любой список врагов, то он мог бы объявить, что вот такая-такая-такая-такая партия объявляются враждебными. И если человек входит по все враждебные партии, значит, он совсем враг, и значит, его надо объявлять. Вопрос. Сколько партий ему надо для этого создать? Два в степени нет. Это всевозможные партии, в том числе пустая. Это неинтересно, потому что к нам пришли со списка врагов народа, и это очевидно избыточное. Два в степени нет, конечно, количество всех под множеством. Конечно, да, если сделать такую абсолютную многопартийность, то есть создать, в принципе, все возможные партии, то, конечно, это хватит, да. Но можно меньше. Тогда каждый будет партией, и тогда... Каждый человек будет отдельной партией. Не получится. Что вы будете делать, если вам нужно посадить ровно двоих? Даруя народу конституцию, царь организовал несколько партий среди своих Н-отданных. Любого подданного можно зачислить в несколько партий. Или не зачислять. Какое наименьшее число партий необходимо было организовать, чтобы заведомо можно было отправить в тюрьму всех врагов народа и только их. Ну, а враги народа, это просто составляет произвольный список советников национальной безопасности. Учтите, что врагом народа может быть весь народ. Царь не является частью своего народа. То есть он не враг? Конечно. Ну, это, собственно, во все времена так было. Царь, он вне подозрений. Вне-вне-вне-вне. Давайте возьмем для определенности, пусть в стране, скажем, три человека. А что? Царь и прием три человека. Нормально? Это небольшая страна. Итак, есть царь. И есть еще три человека. А, В, С. Какие там политические партии надо не создавать? Обязательно. А, В, С. Как вы считаете? А, В, С, конечно. Ребята, если царь не может есть народ посадить в тюрьму, то это плохой царь. Все. Такая возможность должна быть. А еще? А, В, В, С, А, С. А, В, В, С, А, В. Молодцы. Конечно, еще должно быть А, В. Для трех человек, уверяю вас, больше партий не понадобится. Почему? Потому что если нужно в тюрьму посадить только А, то мы говорим, партии А, В и А, С являются приспугами. Он преступник дважды, потому что в обеих партиях. Значит, его сажаем, остальных не сажаем. Нужно посадить В, тогда В, С и В, А. Ну и так далее. То есть любой человек. А как посадить пустое множество? Тоже можно. Пересечение вот этих трех партий, это пустое множество. А теперь, господа, что будет, если народа четыре человека? Что будут за партии тогда? А, В, С, Д. А также? А, В, С, 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 А, В, С. Неверно. А, В, А, В, А, В, С. Что не партия? Одна точно нужна. А еще? А, В, С. А, В, С нужна для другого. Потому что множество из трех человек, его никак по-другому не получишь. Нужна отдельная партия для этих трех, чтобы их посадить. Дальше. А, В, С. А, В, С. Партии устроят очень просто. И весь народ, ну это на случай, если весь народ оказался плохим, да? Такое бывает. Или весь народ, кроме одного человека. Ответа не посадится. Вы правильно говорите? Н плюс один, да? Для каждого человека заводим партию, в которой он не состоит. Ну и, господа, как, например, посадить двоих? В, С. Понимаете, да? Нужно взять вот эту партию, куда мы входим. Партия А, В, С. И пересечь ее с какой? В, С, Д. У нас получится в точности партия. А если только А посадить? Легко. Что такое посадить А? Это не посадить В, не посадить С и не посадить Д. Надо не посадить С, то есть взять А, В, Д. И надо не посадить Д, то есть взять А, В, С. Вот и все. Значит, ответ. Н плюс одна партия. КОНЕЦ